Мы вошли в эфир и пока собираем участников, представлю нашего спикера. Проводит прямой эфир главный врач Дентал Фэнтези на метро Фрузинская, специалист по травме зубов, у детей детский стоматолог Екатерина Михалькова. Сегодня наш эфир посвящен герметизации фиссур. И начиная с первого вопроса, а в конце обязательно мы ответим на все вопросы, поэтому можете их прямо сейчас задавать в чат, мы все пометим и в конце ответим. Екатерина Сергеевна, ну что же, давайте покажем на макете, что такое фиссуры и почему у них может образовываться кариес. Добрый день, спасибо тем, кто нашел время и возможность провести с нами это время, надеюсь, оно вам будет полезно и интересно. Рассмотрим на примере зуба жевательного, здесь зуб номер 6, зуб номер 7. У зубов есть естественное углубление, вот такие вот узкие пространства, которые называются фиссуры. Размер этих фиссур может колебаться от нескольких микрон, от 15-20 микрон. И так как это пространство очень узкое, то щеткой такое узкое пространство очистить невозможно, потому что щетинки, щетки, они шире, чем 15-20 микрон. Микробы будут собираться там, где мы их не можем убрать, поэтому они будут скапливаться в этих пространствах. И так как невозможно оттуда этих микробов в домашних условиях убрать, то если у ребенка есть хотя бы один кариозный зуб или малейшие признаки кариеса, например, пятно миловидное, это говорит о том, что кариозные микробы во рту есть, они будут скапливаться там, где мы их не можем убрать, то есть в фиссурах. Если мы будем говорить о поверхности между зубов, поверхность со стороны щеки, со стороны языка, эти все зоны мы можем очистить. Здесь у нас очищает флосс, здесь очищает щетка и здесь тоже очищает щетка. А жевательная поверхность, как мы сказали уже, щетка очищена быть не может. Иногда пациенты думают о том, что ирригатор может их спасти, но, к сожалению, ирригатор не способен оторвать микробов от поверхности зуба, он убирает только остатки пищи, поэтому здесь он нам тоже помочь не может. И суть герметизации в том, чтобы очистить очень мелким порошком эту зону и закрыть ее герметиком, который будет сохраняться, он будет лежать в этом пространстве, не будет скапливаться там, таким образом защитит зуб от кариеса. Хорошо, спасибо за подробную демонстрацию, у нас сегодня такой живой эфир, и я буду двигаться. Как же должна проводиться процедура герметизации фиссу? Правильно. И зачем нужен кофердам, медицинская оптика, гендиагностика? Кофердам является золотым стандартом в изоляции, но если по какой-то причине это невозможно, то у нас есть разные способы, как заизолировать зуб без кофердама. Поэтому вариант не герметизировать и дожидаться кариеса или загерметизировать без кофердама, я, мое мнение, что лучше закрыть без кофердама, чем не закрывать совсем. По поводу рентген-диагностики. Рентген-диагностика нам показывает в зубе полость, то есть когда есть дырочка уже. И не всегда дырочка говорит нам о том, что зуб нужно лечить. Бывает, что есть уже начало кариеса, он уже ушел в дентин, там есть инфицирование дентина, но на снимке мы это видеть не будем. Поэтому есть проблемы с диагностикой состояния фиссур, и важно постараться как можно раньше закрыть зуб герметиком. То есть если мы эту процедуру проводим сразу, как только зуб появился во рту, то вероятность, что там будет кариес, который мы не обнаружим, она крайне мала. Если проходит год-два с момента прорезывания зуба, то такая вероятность становится выше, и нам не всегда возможно точно диагностировать, кариес там уже есть, который требует лечения или нет. И тут уже включается опыт врача, его умение замечать нюансы, умение интерпретировать то, что он видит во рту, использование увеличения, которое очень сильно нам помогает. Это могут быть как бинокулярные лупы с достаточным увеличением. Вот здесь пример луп, которые имеют увеличение, здесь в 4,7 увеличение. Так это может быть и микроскоп. Если есть возможность использовать микроскоп, то это прекрасно. Но не у всех врачей есть такая возможность. И бывает, что ребенок маленький, неусечивый, например, 6 лет ребенку, у него только прорезался зуб, и он не позволяет настроить микроскоп и с ним работать. Поэтому лупы, бывает, очень здорово помогают. Есть еще важная тема, что у нас есть молочные зубы, есть постоянные зубы. Молочные зубы добровольно редко ребенок позволяет закрыть герметикой, потому что они прорезываются в 2,5-3 года, где-то там с 2 до 3 лет, в среднем 2,5-3 года. Когда мы лечим детей в наркозе, мы рекомендуем обязательно все здоровые зубы со сложной анатомией фиссур закрывать. Если мы говорим про обычный рутинный прием, ребенок позволяет нам провести процедуру герметизации, мы ее делаем. Но специально идти в наркоз для того, чтобы закрыть зубы герметиком, абсолютно неразумно. Так мы не делаем. Это слишком рискованное мероприятие для того, чтобы закрывать зубы герметиком. Но для лечения зубов, если мы идем на наркоз для лечения каких-то других зубов, то заодно мы обязательно рекомендуем закрыть их герметиком. Постоянные зубы чаще всего нуждаются в герметизации 6-7 зубы. 6-е прорезываются в 5,5-6 лет. И очень важно знать об этом сроке, потому что бывают случаи, когда родители не замечают прорезывания этого постоянного зуба. Они приходят с поврежденными зубами, думая, что нужно удалить, потому что это молочный зуб. Оказывается, что это постоянный. Поэтому родителям важно знать срок прорезывания постоянного зуба. Это 5,5-6 лет в среднем. Седьмые зубы прорезываются в среднем в 11-13 лет. И они тоже требуют обязательно герметизации. Прорезываются они в среднем 2,5 года. То есть момент, когда один бугор показался, и момент, когда зуб полностью вышел. Часто они прикрыты десной долгое время. Зуб находится далеко. Он не участвует в активном жевании, поэтому не очищается эффективно. У этих зубов щечна бывает очень широкая ямка, которая очень быстро поражается кариесом, если вовремя ее не закрыть герметиком. Поэтому это возраст, когда нужно планово, регулярно ходить на осмотр, чтобы доктор увидел состояние зуба, увидел потребность в этой процедуре. И если родители не будут проводить ребенка, то доктор будет абсолютно бессилен. Он никак вам помочь не сможет. Кроме того, иногда на верхних вторых зубах двойки бывают тоже небные ямки, которые требуют герметизации. Там есть, во-первых, варианты аномалии строения, которые нуждаются в том, чтобы эта аномалия была защищена герметизацией. А бывает естественная ямка, небная слепая ямка, она называется, которая может иметь очень широкий вход и очень успешно поражаться кариесом. Чтобы этого не произошло, также мы рекомендуем эти участки закрывать. Доктор посмотрит, найдет, увидит, обнаружит, если у него есть увеличение, если он знает об этой процедуре, хорошо к ней относится, потому что есть мифы, что герметизация может какой-то вред причинять, что она может как-то влиять на прикус. Если она проведена качественно и грамотно, то по данным исследований есть большие обзоры, которые пытаются найти, есть ли какая-то проблема герметизации. На сегодняшний день нет исследований, которые бы показывали, что герметизация может причинить хоть какой-то вред. Поэтому этого бояться не нужно, но нужно, чтобы был правильно поставлен диагноз, чтобы не было пропущено уже глубокого поражения, которое будет закрывать герметиком. Обычно рассуждение о том, что под герметиком развивается пульпит, оно не совсем корректно. Скорее всего, там пульпит уже был, его не заметили, потому что был активный процесс, и ткани пораженные были светлые, их не было видно. Обычно родители ждут черного кариеса, а активный кариозный процесс протекает не с черными тканями, а со светлыми, такими же по цвету, как зуб. Поэтому родители могут не заметить этот активный процесс. Если у доктора недостаточно опыта, он может тоже это пропустить. И активный кариес может быть воспринят как здоровый нормальный зуб, и зуб может быть закрыт в этом случае герметиком с уже значительным поражением. Поэтому если у доктора не очень много опыта, то снимки нужно делать перед герметизацией обязательно, чтобы вот этот фактор возможного глубокого поражения исключить. Если доктор достаточно опытный, то он сам оценивает, насколько нужно в каких случаях снимки. Бывает, что это необходимо, я смотрю на зубы, мне не очевидно, он здоровый или нет, тогда я направлю на снимок. Но если зуб прорезался месяц-два назад, и внешне он выглядит благополучно, а у ребенка нет зубов, которые в большом объеме поражены кариесом, то, скорее всего, этот зуб здоровый, его можно закрыть просто герметиком. То есть тема диагностики отдельная, сложная, она больше относится к врачам из того, что могут сделать родители. Это искать доктора, который позитивно относится к этой процедуре, который понимает, зачем она нужна, и может вам рассказать, как он очистит, чем он закроет, и объяснит, в чем смысл этой процедуры. Если он об этом знает, то, скорее всего, он в теме, и он разберется, что к чему. Вовремя приводить на осмотры, чтобы доктор мог эти зубы обнаружить на стадии, когда они только прорезались с полости рта. и использовать пасты с автором. Что еще у нас дальше, Павла? Спасибо за развернутый ответ. Ну что, у нас такой следующий вопрос. Нужна ли анестезия во время герметизации? Вообще это больно? И повышается ли имать? Сама процедура герметизации, на мой взгляд, одна из самых безопасных и безболезненных процедур, потому что даже при профессиональной гигиене иногда может немного травмироваться десна, особенно если налета вдоль десны очень много. Герметизация в этом плане абсолютно безболезненная. мы не вмешиваемся в те зоны, где есть нервные окончания. Чувствительным может быть изоляция. Если есть необходимость, например, у ребенка зубы расположены далеко, очень активный язык, очень обильное слюноотделение, и мы понимаем, что в этом случае без изоляции нам будет сложно. без изоляции кофердамом. То есть ватные ролики нас не спасут. Бывают такие случаи. Тогда мы используем изоляцию обязательно кофердамом. Иногда бывает, что для изоляции требуется анестезия. Я могу сказать, что у меня на шестых зубах это бывает крайне редко. Ну прям очень-очень редко. На седьмых зубах это бывает чаще, когда зуб прорезался только наполовину, на него нависает десна, и уже начинают появляться признаки кариеса. То есть нам без срочной герметизации, скорее всего, в течение 2-3 месяцев придется лечить кариес. И нам вот уже сейчас срочно нужно закрыть, а десна пока не позволяет это сделать. Тогда мы делаем анестезию, чтобы сдвинуть десну и провести в итоге менее инвазивное вмешательство, несмотря на то, что мы берем анестезию, чем мы будем проводить это несколько месяцев спустя. То есть в целом анестезия обычно не нужна, но бывает, что она требуется для изоляции. По поводу вмешательства в эмаль, истинная процедура герметизации фиссур не подразумевает, что мы вмешиваемся в эмаль. Сам протокол включает тщательную очистку зуба и фиссур. Обычно для этого используется порошок. В идеале, если это мелкий порошок, на основе галицина или ретритола. Размер частиц этого порошка где-то от 14 до 45-50 микрон. Иногда бывает, что зуб давно прорезался, на нем плотный налет, тогда мы берем порошок более грубый, на основе карбоната кальция. Но вот карбонатом кальция заканчивается. То есть еще более грубые порошки для герметизации не используются. Я знаю, что это горячий всегда вопрос, особенно для врачей, какой брать порошок, можно ли брать оксид алюминия. Я сторонник того, чтобы мы не использовали агрессивные порошки. Если мы берем оксид алюминия, то это все-таки уже лечение, а не герметизация фиссур. Истинная герметизация подразумевает, что мы очищаем только от налета, от микробов, не вмешиваясь в структуру эмали. После этого готовим эмаль и закрываем герметиком. Все вопросы перечислены? Ну, из основных данных. Давайте тогда покажем, как же у нас происходит процесс герметизации фиссур. У нас подготовлена модель, мы все подготовили. А после покажем фото реальных кислов. Мы здесь взяли... Мы здесь взяли не совсем герметик, мы взяли материал, который используется в стоматологии, но он имеет синий цвет, чтобы вам было лучше видно, как заполняется фиссура. Материал этот синего цвета, а по физическим свойствам он очень похож на герметик, поэтому мы сделали пользу именно по его адресу. Вот так вот аккуратненько мы наносили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Заизолировать зуб и правильно провести. По времени, если ребенок сидит спокойно и позволяет нам все делать, это может занимать 5-7 минут. Если ребенку нужно... Продолжение следует... 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 потемнение Продолжение следует... 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 Проводить герметизацию. Это шестой звук, он заизолирован, абсолютно здоровый. Здесь никаких признаков кариеса нет. Мы убрали весь налет, поставили платочек. Здесь можно придраться, что здесь не заправлен платок. Но бывает, что попытки заправлять, они для маленького ребенка могут быть очень неприятны. Он может сдуться и сказать спасибо, я пошел, больше мне ничего не надо. Поэтому я стараюсь работать так, чтобы ребенку было комфортно. Мне здесь удалось добиться нужной сухости, которая требовалась для процедуры. Вот мы его очистили от герметика, очистили от налета. Вот эти узкие пространства очистить щеткой невозможно. Никак щетка туда не проникнет, даже если вы будете очень стараться. Я всегда испытываю дискомфорт за детей, когда они приходят лечить фиссурный кариес, а родители говорят, что ты плохо чистил зубы, поэтому у тебя появился кариес. Тут никакой вины ребенка абсолютно нет, потому что как бы он ни старался идеально чистить, из этой зоны она чистить не сможет. И кариес фиссур – это полностью ответственность родителей. Вовремя привести ребенка на процедуру герметизации и провести ее, когда к этому пришло время. Вот мы закрыли самые узкие зоны герметиком. Форма зуба не поменялась, ямки, бороздки, все осталось, бугры. Но те зоны, которые были недоступны для очистки, они теперь заполнены герметиком. Здесь есть немножко пигментация в зубе, но по снимку в глубине поражения никакого не было. Поэтому мы здесь его высушили, очистили. Посмотрите, какие здесь глубокие зоны. Если их не закрыть, то с очень высокой долей вероятности здесь будет кариес. И по статистике к 16 годам 85% кариозных поражений находятся именно на жевательной поверхности. Вот такая есть статистика. То есть если даже у ребенка 6-7-8 лет все в порядке, то вероятность, что к 16-17 годам этот зуб будет требовать лечения, она очень высока. Поэтому важно закрыть герметиком до того, как кариес успел повредить. Тут мы немножко полировали, остались кусочки от энхэнса. Это вот теперь тоже все ямочки у нас тут закрыты. Вот еще один вариант. Здесь уже начинаются первые признаки кариеса. Он не ушел еще в глубину. И когда процесс только в эмали дентина не коснулся, мы все равно можем проводить процедуру герметизации. Раскрывать эти фиссуры никакого смысла абсолютно нет. Потому что микробам для разрушения зуба в эмали нужен сахар, который он будет превращать в кислоту. И им нужно место, где они будут жить. То есть если мы эту зону, где кариес начинался, очистили, оторвали микробов от этих участков, оставили абсолютно чистый зуб и закрыли его герметиком, микробам будет негде собираться. Они не смогут выделять кислоты, и процесс остановится, и дальше идти не будет. Если процесс ушел уже в дентин, такую процедуру выполнять нельзя. Нужно уже полноценно лечить зуб и восстанавливать пломбой. Вот так мы закрыли герметиком, и теперь этот зуб в безопасности. Вот еще один вариант. Здесь со стороны щеки очень широкая ямка. Сейчас делаем покрупней. Я поближе к нему. Так, сейчас мы сделаем. Нет, так не получается. Не получается. Здесь видно со стороны щеки очень широкая ямка. Такая ямка бывает на седьмых зубах часто, бывает на шестых со стороны щеки, и на шестых-седьмых со стороны неба верхних зубах. Это нижний зуб. На нижних зубах со стороны щеки на шестом-седьмом, на верхних зубах на шестом-седьмом со стороны неба. Вот здесь вот тоже уже есть первые признаки кариеса в этой фиссуре. Немного потемнение. Если здесь она абсолютно здоровая и все с ней в порядке, то вот в этой зоне первые признаки кариеса уже есть. Но поскольку этот процесс в эмали, и он только-только начался, мы не раскрываем эту фиссуру, не трогаем ее, тщательно очищаем и закрываем микробом возможность этот зуб повреждать. Вот мы его закрыли, он теперь, этот зуб в безопасности. Как у нас с примерами? Я думаю, что достаточно. Если нужно еще, скажите еще вам покажу. Достаточно. Здесь демонстративно и предельно понятно. Ну и, конечно, так как мы клиника доказательной медициной, мы просто обязаны предоставить исследование из доказательных источников. Покажем, насколько герметизация фиссур снижает риск возникновения кариеса на жевательной поверхности. Есть на этот счет исследование, поскольку этот метод чувствительный очень к оператору, который проводит его. То есть нам важно, чтобы ребенок вовремя пришел, нам важно, чтобы доктор смог понять, есть там кариес уже, который требует оперативного лечения, или это состояние, которое можно просто закрыть герметиком. Нам нужно качественно очистить. Есть ли у доктора наконечник пескоструйный с нужными порошками, есть ли у доктора увеличение, чтобы он внимательно мог рассмотреть состояние фиссуры после очистки, есть ли у доктора герметик, адгезив, есть ли все, что необходимо для этой процедуры. Если мы посмотрим на зарубежные страны, Европа, Америка, то там эту процедуру иногда проводят гигиенисты. То есть это даже не стоматолог делает, это средний медицинский персонал, который очищает зуб и закрывает герметиком. Еще раз, так как эта процедура очень чувствительна от оператора, от того, кто делает как и как он оценивает, разброс между данными в исследованиях, он очень большой. Некоторые исследования говорят о том, что эффективность 11%, некоторые говорят, что там может быть 50-60%. Но однозначно исследования говорят о том, что герметизация фиссур эффективна. И нам это же подтверждают все кариесоножевательные поверхности в фиссурах. То есть очевидно, что если эта зона будет закрыта вовремя герметиком, то кариеса там не будет. Вот у меня есть случай клинический. Сейчас мы попросим Настю, чтобы она подошла и показала. Вот зуб шестой. Шестой зуб. Вот здесь мы могли бы закрыть еще герметиком. А вот в эту ямочку это фиссура. Это не какая-то поверхность, которую видно хорошо. Это зона, где микробам скапливаться очень хорошо. Маленькая норка, которую они себе нашли, скопились там, выделили достаточное количество кислоты и разрушили. Мы начинаем раскрывать этот зуб и видим, что там кариес забрался очень глубоко. Хотя внешне нам казалось, что поражение очень маленькое. Когда мы зашли в эту фиссуру и увидели, что там в ширину расходится процесс, здесь мы тоже уже раскрыли и видим, что в Дентине тоже кариес уже начался. Но здесь ребенку где-то 10-11 лет. А если бы с этим зубом пришли вовремя, когда он только появился в полости рта, то с высокой долей вероятности мы смогли бы его защитить от этого поражения. Фиссуры поражаются, если они не будут закрыты герметиком, значит там будут скапливаться микробы. Крайне редко бывает, что ребенок идеально чистит, у него ни одного кариеса нет. Тогда мы можем говорить, что нам не нужна процедура герметизации. Но у меня вот за последние 3 года таких было, может быть, пара случаев, когда были дети с абсолютно идеальной гигиеной, с абсолютно идеальными молочными зубами, без единого признака кариеса. Эти дети не едят сладкое, потому что не любят. Такие люди бывают. Я им очень завидую, но такие люди тоже бывают. И тогда мы можем говорить о том, что им процедура герметизации не обязательно. Но решает финально это все равно доктор. Он оценивает все факторы риска. Планируется ли нет ортодонтическое лечение. Насколько хорошо ребенок чистит. Насколько родители включены в процесс. Используется паста с стеридом или нет. Чем ребенок питается. Насколько он ответственный. Насколько сложная анатомия фиссур. И еще раз, если мы вернемся к исследованиям, они говорят о том, что герметизация эффективнее, чем фторирование. Исследования говорят, что герметизация композитными материалами эффективнее, чем герметизация стеклоэномерными цементами. Такие уже прям тонкости. Но когда вы выбираете клинику, это те вопросы, которые вы можете задать. Каким материалом вы планируете проводить герметизацию? В стеклоэномерных цементах есть еще один недостаток, что они вносятся большими порциями обычные. Вот так аккуратно в ямке, как мы вам показали на фото, обычно его не удается внести. Его объем больше. Когда зубы начинают друг от друга жевать, большой объем материала может выбиваться при смыкании. И он не приклеивается так эффективно к поверхности зуба, а задача наша сделать так, чтобы микробы не могли попадать под герметик, чтобы они не могли там выделять кислоты. Даже если пара микробов осталась, им было нечего есть. Если микробы какие-то отдельные останутся под герметиком, но герметик будет свою функцию выполнять и будет стоять герметично, то эти микробы будут нам абсолютно безопасны. А если где-то оторвется герметик и начнет протекать, то микробы начнут получать еду и смогут этот процесс прогрессировать. Поэтому очистка важна, герметизация важна, изоляция важна, чтобы было чисто и сухо. Но изоляция – это не всегда кофердам. Изоляцию можно добиться и с помощью ватных роликов и дротипсов. В идеале нужно, чтобы у доктора было увеличение, чтобы он близко и хорошо видел, насколько там сухо. Когда я беру бинокуляры, я вижу, сухо у меня или нет. Когда я работаю невооруженным взглядом, я могу не рассмотреть в темном рту, насколько там сухо или мокро. У бинокуляров есть лампочка, которая светит в ту зону, где мы работаем. И даже если лампу нам туда прям в рот не засунуть, она может быть не очень хорошо видно без дополнительного освещения. Здесь есть дополнительное освещение, здесь есть дополнительное увеличение. И это существенно повышает вероятность, что процедура будет проведена так, как нужно. Спасибо, Екатерина Сергеевна. Вопросов у нас за эфир не было. Вы можете оставить их под сохраненным эфиром. Мы за это все сохраним и ответим на все ваши вопросы. Спасибо всем присутствующим. Смотрите наши сторис, смотрите наши эфиры, читайте посты. Прощайте. Спасибо вам большое за то, что вы уделили время нам. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Будьте здоровы и закрывайте вовремя зубы герметиком своим детям. Прощайте. Прощайте. Там был... Прощайте. Прощайте.